День города празднуют сегодня и тулики, жители Тулы. Вместе с этим отмечают еще две важных даты. 240 лет со дня основания Тульской губернии и 80 со дня образования области. О настроениях в городе узнаем прямо сейчас у Александра Конова. Он с нами на связи. Александр, приветствуй. Что сегодня творится на городских улицах? Здравствуйте, Дмитрий. Поздравляем мы и москвичей с Днем города. Мы и нас правильно сказали, тройной сегодня праздник. Ну, настроение у всех абсолютно праздничное. Ну, что, вот на улицах, немножко, конечно, центральные улицы у нас перекрыты, потому что проходят всякие спортивные мероприятия. И первым из них стал кубок губернатора Тульской области по борьбе с джудо. Он прошел спорт в области госуниверситета и собрал порядка 200 спортсменов из 14 регионов. Ну, собственно, участников поприветствовал губернатор Алексей Дюмин. Давайте послушаем. Я хочу сегодня пожелать нашим спортсменам, которые здесь присутствуют из 14 регионов. 200 спортсменов приехали побороться на кубок губернатора. Я хочу пожелать вам ярких побед, ярких схваток, но нам, зрителям, интересных зрелищ. Еще раз вас с праздником, с Днем Города Героя Тулы, с Днем Тульской области и с открытием соревнований. Поздравляю. Ну, надо забавить, что это сильнейшие спортсмены из 14 регионов в возрасте до 21 года. Ребята сейчас готовятся активно к первенству России, который в конце года пройдет в Иркутске. Поэтому тульские соревнования как один из этапов. Победители станут известны вечером, собственно, вот параллельно с кубком губернатора по борьбе в джидо на проспекте Ленина проходили традиционные тульские соревнования «Горный король». Это соревнования по велоспорту, как мы знаем, Тулы не только оружейная, самоварная, пряничная столица, но и столица велоспорта. И победу одержали в гонке на 2 километра Алексей Синеха и Ксения Андреева, достаточно известные спортсмены. Вслед за велогонщиками на проспект вышли участники гонок на лыжероллерах. И там победу одержал Владимир Удальцов. Это участник паралимпиады в Сочи. К сожалению, в Сочи он остался за частой призеров, получил деревянную медаль, четвертое место, задал в спринте в лыжном. Ну, сегодня он победил. Также сегодня проходит соревнования в Туле по силовому экстриму. Также сегодня финал Кубка города по футболу. Ну, и, собственно, конечно, спортивной программой праздничные мероприятия не ограничиваются. На набережной сегодня будут, на набережной Упы, на главной Тульской реке, будут жарить в огромной сковородке картошку. Как обещают, ее будут подавать всем желающим подсоленные огурчики и помидорчики. На главной площади города будет концертная программа, духовой оркестр, симфоническая музыка. Выступят лучшие тульские группы. Ну, завершит музыкальное шоу группа Бандеров. Еще завершится в 22.00 с салютом. Причем салют будет дан во всех муниципальных образованиях Тульской области, потому что, напомню, мы отвечаем не только день города, но и в августе 240 лет губернии и 80 лет Тульской области. Внутри. Да, Александр, спасибо. Всех туляков с праздником. Александр Конов о том, как в Туле празднуют сразу три важных даты. В Туле и в области, конечно.